С юбилеем, с торжественным праздником Дня танкистов И 72-й годовщиной крещения нашего праздника Вас поздравляет солдат, который остался еще из немногих в живых Мне исполняется уже 103 года Я поздравляю танкистов с этим праздником И вспоминаю о том, что танки и танковые войска во время Отечественной войны Сыграли решающую роль в победе над врагом Я не умоляю роли всех остальных родных войск Они сделали все, что могли, на отлично Но решающую судьбу победе над немецкими фашистами Я отдаю предпочтение все-таки танкам С танками меня связала судьба С момента, как был призван под насрочной службой в 1937 году Прошел обучение в танковом учебном батальоне Потом полюбил эти танки И решил связать свою судьбу на всю жизнь с танкистами Закончил военное училище И войну прошел практически от начала до конца В 1941 году мы, отступая, цепляясь за каждую высотку За каждый населенный пункт Чтобы удержать противника хоть на день, на два дня Нам они были очень нужны Перед самой войной Четвертая пятилетка только началась строительство наших военных танков Их пришлось достраивать за счет эвакуации промышленных предприятий из Украины, из Белоруссии И они заработали Уже в конце 1941 года осенью появились первые танковые соединения и танковые бригады в 100 танков И первая победа под Москву разгром в немцев Второй этап уже армия получила танковые корпуса И полный разгром противник под 100 гранами А уже к 1943 году мы имели на вооружении уже танковые армии И полный, окончательный, развеянный миф о непобедимости немецкой армии Был сломан ей гребет И в результате крупных сражений, которые произошли на Прокровских полях Куда Гитлер стянул все свои резервы Да не только резервы, он взял даже из-под Ленинграда танковую дивизию Набралось 1200 танков Но его мы уже встретили двумя танковыми армиями Произошли невиданные танковые сражения, которым в этом году исполнилось 75 лет И танк немцы не выдержали, потеряв свыше 500 машин Откатились и больше практически уже не в состоянии были оказать какую-либо помощь Дорогие друзья, в 1941 году в конце ноября я был тяжело ранен в Ростове Пролежал господин целых полгода Потом пришлось пройти подготовку высшей офицерской школы И после только этого мой начался второй заход Уже пришлось заканчивать освобождение Украины Прошел Молдавию, часть Румынии Потом вернулись танковые армии Пятые танки гвардейской армии, которые командовал Павел Алексеевич Ротмастер Первая малыша бронетанков войск Эта армия была резервом главного командования Ее с Румынии уже вернули, потому что Белоруссия еще и Прибалтик была И вот уже в новом варианте Я освобождал Белоруссию, Прибалтику Прибалтике за отличное выполнение одного задания В котором мне пришлось Я командовал, был заместитель командира батальона Четырьмя танками встретить колонну Причем зайти в тыл примерно на 60 километров в тыл Оторваться от основных частей Четырьмя танками уничтожил 12 немецких танков И закрыл выход, им выход Они, немцы, пытались уйти уже с Прибалтики В Восточной Пруссии, чтобы закрепиться в Восточной Пруссии А мне опять пришлось уйти с Прибалтики Погрузиться в Польшу И заканчивать окружение от Восточной Пруссии Взять Кенинсберг И вот Кенинсберг и Восточной Пруссии Перестали существовать как немецкая территория Как стали советской территорией И названием им уже стало Калининград и Калининградская область Потом пришлось пройти с боями по Польше И 2 мая поставил последнюю точку победную на территории Германии Дорогие танкисты, я вас поздравляю с этим торжественным праздником Желаю вам всем успеху боевой и политической подготовки И действительно, современный танк Это не тот танк, на котором я начинал воевать 26-ка, да и 34-ка, которая еще была не уж совершенствована никак До которых вы сейчас служите С праздником, мои дорогие друзья Слово предоставляется генеральному директору спецмаша Козишкурт Валерию Иосифовичу Дорогие товарищи, коллеги, друзья Так случилось в моей жизни, что всю жизнь я посвятил созданию танков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!